Привет, друзья! Читая комментарии под прошлыми роликами, мы заметили, что вы очень соскучились по лайфхакам и желаете их посмотреть. Ну что ж, так тому и быть. Нам ничего не остается, кроме того, как показать вам несколько хитростей, применяя которые, вы сможете прокачать планку уровня в этой нелегкой игре под названием «Жизнь». Итак, пойдемте включать заставку. Хотим порекомендовать вам отличный кулинарный канал, где вы сможете найти много простых рецептов всеми любимого фастфуда из популярных кафе и ресторанов, а также огромное количество крутых и интересных идей по готовке, которые вы с легкостью сможете повторить дома. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересные рецепты. Ссылочка в описании. Если вы любите консервированные продукты, то наверняка встречали баночки, которые на своей поверхности имеют встроенное колечко. Это не только очень удобно, но и после того, как вы откроете крышку, целостность самой баночки не повреждается, и ее можно будет использовать для других целей. Но этот диск тоже вполне себе пригоден в хозяйстве. Чтобы добиться задуманного, для начала избавимся от колечка и, положив диск на ровную поверхность, молотком выпрямим края крышки. Также нам понадобится металлическая линейка и болтик с гайкой. Далее, выбрав подходящую насадку, установим ее на шуруповерт и ровно по центру диска просверлим отверстие. Совместив его с отверстием в линейке, поставим болтик и не слишком туго закрутим гайку. В итоге у нас получилась самодельная пиццерезка, с помощью которой вы сможете не только разрезать пиццу, но и придать необходимую форму для раскатанного теста. Современную кухню невозможно представить без приправ и специй. Для того, чтобы равномерно насыпать их, мы используем обыкновенную солонку. Но по истечении некоторого времени отверстия в ней частично закупориваются, и нам становится проблематично высыпать содержимое. Мы часто прибегаем к помощи зубочистки и отчаянно пытаемся расширить отверстие. В этом случае советуем обратить внимание на дно солонки, где имеются своеобразные выпуклые зубчики. Вам достаточно перевернуть солонку и с помощью второй круговыми движениями потереть друг об друга. Вибрация, которая образуется при этом, позволит высыпать необходимую норму приправ без пыли и шума. Представив себя строителем, вы решили сделать в доме небольшой ремонт. Приобретя самые дорогие доски и взяв у соседа Пети навороченный шуруповерт, принялись сверлить отверстия. Но к нашему сожалению и к счастью продавца, на обратной стороне материала отверстия получились не округлой формы, а со сколами и неровностями. Чтобы более не допускать таких оказий, возьмите сверло меньшего диаметра и сделайте сквозное отверстие. Далее, со сверлом нужного диаметра, просверлите отверстие с обеих сторон. Эта процедура позволит вам добиться более ровных лунок. Убедившись в хорошем результате, вы сможете приступать к следующему этапу. Не мне одному знакома ситуация, когда ночью, смотря фильм волей-неволей, возникает желание заморить червячка. И нам приходится в поисках еды, блуждая в потемках по комнате, искать холодильник. Но как назло, бывает так, что нечаянно ударяемся ногой об ножку стула или кровати. И неудивительно, что место столкновения одно и то же. Чтобы в корне решить эту проблему, мы приобрели утеплитель для труб. Приставив его к месту ДТП, сделаем отметку необходимой длины. Далее, с помощью ножа, разрежем трубку по разметке, а затем аналогичным способом сделаем надрез вдоль. Нам остается установить трубку на ножку стула, и она будет служить подушкой безопасности для ваших пальцев. Недавно мой друг, художник по образованию, дал мне совет, как прокачать маркер. Обычно, когда мы рисуем, ширина линий у нас выходит одинаковой. И нам приходится раскошеливаться на покупку инструмента с более тонким острием. Оказывается, нужно было всего лишь срезать носик под углом, что даст нам острие с тонким и более широким кончиком. В результате этого нехитрого способа мы получили желаемый результат, не потратив на него ни копейки. Ребята, надеемся, что лайфхаки для прокачки вам понравились, и при случае вы вспомните о них. На сегодня у нас все. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Продолжение следует...